Сейчас тестируем малярную ленту обычную, спрей-флэш и рисовую ленту. Наносим кисточкой, чтобы было очень много краски, чтобы если что-то могло подтечь, обязательно подтекло. Будем смотреть на результат. Вот здесь слева это обычная лента, это спрей-флэш, эта лента используется для работы с краскопультами, механизированные нанесения, ее давление не подтягивает. И рисовую ленту вашей. Смотрите, краска сохнет, и что мы сейчас видим? Давайте я приближу, чтобы это было видно лучше. Вот обычная лента, вот она впитывает в себя краску, воду вернее с краски немножко набухает. Лента вашей, она, ну, гораздо меньше, заметно меньше впитывает в себя влагу и держит форму. Вернее, спрей-флэш, вот средний спрей-флэш. А рисовая лента вашей, она вообще никак не реагирует с краской. Хотя вы видите, слой краски нанесен достаточно такой хороший, толстый, специально, чтобы это было все наглядно. Ну все, ждем, пока краска высохнет и будем снимать. Смотрите, краска высохла, краска высохла. Так как это специально плашка прозрачная, сделана для чего? Чтобы вы могли посмотреть, как она работает внутри. Посмотрите, видите, вот обычная лента. Сейчас справа она, как там все потекает под нее. Потом посерединке это спрей-флэш. Результат уже гораздо лучше. И вот рисовая лента вашей. Тут вообще все замечательно. Вот она разница. И снаружи, вот обычная бумага, она пропиталась водой. Видите, она немножко набухла. А спрей-флэш и рисовая лента, они в хорошем очень состоянии. Все, начинаем снимать ленту малярную. Обычная лента, но вы видели с обратной стороны. Туда действительно водичка подтекает, краска. Это обычный скотч, так работает. Спрей-флэш. Ну и результат на лицо. Аккуратненький, ровный край. И рисовая лента ваша. Тут профессиональная линейка, это идеальный результат. Это префлэш и рисовая лента ваша. И лента ваша. И рисовая лента ваша. Спасибо.